Ягульна Рабашкенова, обсудим события нашей Орды. Нуржана Альтаева сняли с выборов. Президентские выборы через месяц, всего лишь через месяц. Не хочу нагнетать интригу, которая нет, но в итоге у нас шесть зарегистрированных кандидатов, шесть из двенадцати желающих. У большинства не оказалось стажа госслужбы, но там были очевидно проигрышные варианты. Реальный же кандидат на второе место Нуржан Альтаев окончательно выбыл из гонки на этой неделе. Протокол общественного движения Мухолмасу в движении Альтаева кандидатом в президенты признан недействительным. Суд установил, что за выдвижение Альтаева проголосовали шесть человек против одиннадцать. Решающую партию сыграли женщины. По словам Майры Абдрахмановой, директора карагандинского филиала движения, организация вообще не планировала выставлять кандидатов, а хотела быть наблюдателем. Это решение закрепили на собрании 27 сентября. Но через полторы недели внезапно провели новое совещание. Мы зашли в ЗУМ, людей было мало, меньше 20. Председатель Мухолмас прочитал нам письмо от коалиции, в котором говорилось, что Ермурат Бапи и Серегжан Мамбеталин отзывают свои кандидатуры, выдвинутые якобы коалицией. А мы должны поддержать Нуржан Альтаева. Но 13 региональных руководителей отказались это делать. Однако на следующий день, по словам Абдрахмановой, в ЦИК отнесли протокол и она обратилась в суд. Сам Альтаев считает все это подстроенной многоходовкой, своих противников называет сотрудниками спецслужб. Честный был протокол или нечестный, в это теперь можно верить или не верить, или строго доверять суду. Мы связались с членами коалиции демократических сил, чтобы выяснить, было письмо в поддержку Альтаева или нет. Однако, например, Мухтар Тайжан нам сказал, что комментировать эту ситуацию уже не будет, поскольку она неактуальна из-за того, что Альтаев уже выбыл из гонки и не зарегистрирован. Вулат Абилов тоже нам не прокомментировал, не ответил. Ермурат Бапи сказал как-то расплывчато, что письмо было, но другое. Там потом получилось так, что в другом месте это письмо струно уже запьет за поддержку Альтаева. Поэтому я не могу утверждать, где это, кто это написал, но я точно знаю, что коалиция демократических сил Казахстана не обсуждала единого кандидата, тем более Нуржана Альтаева. Мамбиталин сказал, что в телеграм-чате было анонимное голосование, но, как я уже сказала, члены демократической коалиции нам не подтвердили, что вот они голосовали. В общем, ситуация остается непонятной и такой она войдет в историю. Она войдет в историю, потому что речь идет не про что-то второстепенное, а про выборы президента и про кандидата, который выбыл из борьбы. Что касается его самого Альтаева, то едва ли не на следующий день после окончательной дисквалификации он дал интервью украинскому телеканалу и сказал там много таких вещей, очень резких, например, вот это. Русское население, конечно же, оно разное, то есть есть, которые, как вы сказали, ждуны, которые ждут там российскую армию, которые ждут Тутина и так далее. Конечно, там периодически происходят конфликты между коренным казахским населением и вот этими людьми, которые открыто заявляют неприятие казахского языка, неприятие казахской культуры и которые считают себя частью Российской Федерации. Очень часто у нас бывают конфликты, когда даже ребята казахи приходят там, избивают русских, вот этих ребят, которые не хотят там разговаривать на казахском, либо же там выражают какое-то сильное такое неприятие в сторону казахов, либо казахского языка. Это зрелые слова для политика, который хотел стать президентом страны. Слова человека про свою родину, которую он хотел вести за собой. Казахи-ребята никого не избивают по национальному признаку, если не считать мутную историю до годичной давности, когда их просто подставили, обманули. В общем, лично я ни на президентских, ни на парламентских выборах голосовать за Нуржана Альтаева не буду. Свою личную обиду, личные интересы он ставит выше интересов страны. Что может быть хуже для политика? Что касается конфликтов на фоне казахского языка, как выразился Альтаев, как раз сейчас в Казнете идет компания против Рамиля Мухаряпова, IT-бизнесмена, основателя компании Чоколай. Его бизнес призывают бойкотировать. Что же произошло? На встрече с бизнесменами из России, перенесшими свои бизнесы в Казахстан, спикер объясняет, что ответ на казахском языке в сфере обслуживания не означает агрессии по отношению к человеку и просит воспринимать такие ситуации с пониманием. И тут в разговор не кстати вмешивается известный бизнесмен. Если такое произойдет, я буду лично крайне печален, потому что, ну, кроме ситуации, когда человек реально знает русского, да, потому что, ну, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно, чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большого, не от большой, как вы, как вы, культуры, да, то есть вот мне кажется, что вот этот первый бой гостеприимства, оно должно еще все перемешивать, да. После того, как общественность возмутилась, он записал такой вот пост. Круто, когда умные и продвинутые ребята из разных стран едут в Казахстан. Круто, если они здесь останутся. Это приток компетенции, знаний, налогов. Если у тебя гость просит помощи, и ты, не зная русского, отвечаешь на казахском, ты настоящий гостеприимный житель страны. Если же ты русский язык знаешь и просто издеваешься, хочешь показать свое превосходство, специально отвечая на казахском, в душе нет у тебя настоящего казахстанского гостеприимства. А потом было еще видео. Но извинения не приняли. Байкот, заявление в прокуратуру о проверке высказывания на разжигание национальной родины. Вот что имеет теперь вместо работы по существу талантливый бизнесмен. Я доподлинно не знаю, что имел в виду Мухаряпов. Отвечать на казахском языке или начинать разговор на казахском, это не просто нормально. Это здорово, здорово, что вы владеете государственным языком. Но уверена, что Мухаряпов не имеет ничего против государственного языка, и что он реально считает его некультурным. Это было бы слишком глупо и маргинально для него. Дело вообще не в нем, а в накале межъязыкового вопроса. Язык должен объединять, а не разъединять. У нас пока часто наоборот. Что не день, очередной скандал. Ответ вопрос, почему очевидный. Казахский язык многие не знают, или многим кажется, что многие его не знают. Ведь значение казахского языка на самом деле растет. Большинство государственных мероприятий в наши дни проходят на государственном языке. 70% первоклассников в этом году пошли в казахскую школу. Вот тут такая в ходе предвыборного турне по стране в городе Конаев заявил. Растет число казахоязычной молодежи. В целом языковая среда кардинально поменялась. Немало представителей других национальностей, владеющих казахским языком. Увеличивается спрос на казахское кино, музыку. Все эти факторы демонстрируют расширение сферы влияния государственного языка. Поэтому нет причин для беспокойства. Уже через два дня он опять вернулся к этой теме и высказался в Астане на вручении госнаград. Язык, межэтнические отношения, связанные между собой важные факторы внутренней стабильности. Недопустимо превращать их в политический инструмент. Политизация этого вопроса привела к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. Это не наш путь. Но вопрос все равно соднит. Любое неудачное слово вызывает бурю негодования. Иногда справедливого. Поэтому нам всем стоит следить за языком. Хотя кто бы говорил. Я и сама не раз оказывалась под ударом тоже. Иногда справедливо, но чаще нет. Ведь я-то всегда имею в виду только самое хорошее. Даже если меня понимают неправильно. Недавно в фейсбуке я нелицеприятно высказалась в адреса отечественников. Как раз за наши межъязыковые страсти. Кто-то не поняв меня от френдил, например. Известный общественный деятель Мухтар Тайжан. В соцсетях свойственно писать импульсивно, коротко бросать реплику, не разворачивая мысль, не аргументируя. Но хочешь быть понятым по сути, не ленись. Объясняй, убеждай или молчи. Вот что я поняла. Кстати, у меня не было ситуации в повседневной жизни, когда я не могла бы ответить на казахском языке. В Жена Озене к из Ларде я брала интервью у местных жителей, не знавших русский. И написала в одном случае репортаж один день в Жена Озене, а в другом книгу «Не говорите это слишком». Знание языка, а тем более родного, государственного. Это не просто моральный долг, но кладезь возможностей. Не владея совсем языком, и не было бы ни репортажа, ни книги. Зато владей в совершенстве. Писала бы я на казахском, так же, как на русском. Статьи и вот эти обзоры, в которых убеждала бы людей в необходимости как минимум двухязычия, а в лучшем случае трех. Но мне и таким, как я, много лет. Не стоит ждать от нас прорывов. А вот молодежь мы не должны упустить. Молодежь должна знать не один язык, а два и три. Ради собственного будущего. Минтруда на этой неделе принял закон о недопустимости дискриминации на работе по национальному признаку языку. Но понимаете, если у вас будут хорошие знания, навыки, умения, креативность, то вас никто не станет дискриминировать. И унизительный костыль от государства вам будет без необходимости. Потому что нормальному бизнесу нужны умницы для победы над конкурентами. Современный бизнес не смотрит и без всякого государства на национальность и ваш язык, а смотрит только на вашу квалификацию. Поэтому вместо срачей нам надо убеждать и помогать молодежи быть конкурентоспособной. Язык мой, враг мой или друг мой должен быть другом. Эта тема большая, важная и сложная. В будущем мы обязательно вернемся к ней и посвятим целый выпуск. Их было 12, осталось 6. Вернемся к нашим кандидатам в президенты. Один из них, Касымжом Артокаев, на этой неделе посетил Алматинскую область и ЖТСУ. Поездка значится как рабочая, ведь он действующий президент. Но, разумеется, это предвыборная агитация. С нашими казахстанскими особенностями. Конаев и Талдыкурган вымыли, вычистили накануне визита. В одном месте за ночь залатали старую дыру на асфальте. Наш корреспондент пишет, что местные жители впечатлены. На встречу с президентом нашего корреспондента не пустили, как и многих других гражданских активистов. Президент сделал там ряд заявлений. Отмечу планы по переводу в Кунаев и другие малые города бизнесов, институтов и университетов. О том, что студентам не хватает общежитий, жилья, потому что университетские городки надо строить в маленьких городах, мы говорим с лета. С того момента, как появился план Акимата построить в Алматы общежития на 40 тысяч мест. Зачем? Самому дорогому городу страны с золотой землей дополнительные общаги в золотом квадрате. Их и так слишком много в Алматы и Астане. За 30 лет независимости все вузы и колледжи, расплодившиеся как грибы, стремились именно в эти два города. В итоге столицы превратились в огромные студенческие городки. В Алматы более 100 тысяч студентов. Это целый город. Представляете, какое давление на инфраструктуру. Мегаполисам не нужны студенты. Студентам не нужны мегаполисы. Дорогие, суетливые, отвлекающие от учебы. Но и город должен предлагать как вузам, так и бизнесам условия, чтобы они хотели в нем жить, работать и учиться. По словам президента, больше 50 международных компаний перебрались из России в Казахстан. И размещать их надо не в крупных городах, как мы привыкли, а, например, в городе-спутнике Гейт-Сити между Алматы и Конаевым. Хорошо бы, но напомню, что этим планом 100 лет в обед. План городских агломераций со спутниками, которые перетягивают жителей и всю эту кипящую жизнь. Такие планы появились в далеком 2006 году. Будем надеяться, что в новом Казахстане слова не расходятся с делом, а планы воплощаются в жизнь. Областной центр должен стать контрмагнитом по отношению к Алматы, абсолютно согласна с президентом. Только достигается это не директивными методами, а рыночными, конкуренцией. Как бизнес, так и людей невозможно силой затащить ни в Конаев, ни на остров Барсакельмес, ни в Гейт-Сити, ни в Святую Землю. Чтобы маленький невзрачный городок стал магнитом, по отношению к Алматы он должен побеждать Алматы в конкуренции, хотя бы по каким-то направлениям. Налоговая система, аренда, какие-то заманухи и льготы для молодежи. Все это создают местные власти, но для этого у них должны быть полномочия. То есть у Акима города Конаев должна быть власть дать какие-то льготы бизнесу, и он сам побежит туда. А за бизнесом устремится рабочая сила. Но у наших Акимов нет таких прав. Поэтому государство, центральная власть снова и снова берет на себя то, что должен делать рынок. Государство переселяет людей с юга на север, с запада на юг, с Арала в Алмату, с Алматы в Конаев. А люди берут льготное жилье, сдают его в аренду, а сами возвращаются в свой старый дом и старый город, как это произошло в Жанна-Узене. Жители Жанна-Узене неохотно уезжают в другие регионы. Тот же Узен-Мунайгас построил жилой комплекс в городе Ахтау, чтобы жители проживали в городе, нашли новую работу. Это как арендное жилье, государство оплачивает. Но я извиняюсь, но это реальный случай, когда люди переезжали и арендное жилье сдавали другим людям. И сами обратно переезжали в Жанна-Узене и получали ежемесячную арендную плату. В целом наш разговор с председателем Ассоциации Energy Monitoring Нурланом Жумагуловым был про забастовку на месторождении Арыстан в Мангистауской области. Рабочие требуют повысить зарплату на 100%. Они записали обращение к президенту Якиму области. Также рассказали журналистам, что на их предприятии они получают меньше в 2-3 раза по сравнению с другими нефтяными компаниями. Казахстан Республиканский президент Касым Жумаг Кемиловым, Казахстан Энергетика Министера Улад Ураловым, Мангистау, Акимы Нурлан Ногаев Мирзадан. Жумус берущимен, жумшутлар арасында тугондаган, имбектауны, айдл, зан аяснда шишлюн, кадагалауды, талавитемис. Кен Сары, это компания, которая разрабатывает Арыстан, это корейские инвесторы, в среду дала комментарии. Без учета премии доплат средняя зарплата вахтовых работников составляет 340 750 тенге. За последние 5 лет зарплату увеличили на 38,3%. Условия коллективного договора исполняются в полном объеме, заявляет Кен Сары. Вот опять, кто тут прав? На Западе часто бастуют. Договорились на одном предприятии, началось на другом и так далее. Что уже говорит о том, что проблему надо решать системно. А чтобы сделать это, надо понять суть, причину. На нефтесервисных предприятиях причина одна, на нефтедобывающих другая. В случае с Арыстан, это проблема маленького нефтяного месторождения. Одного маленького месторождения, а всего их много. И везде работают люди. Такие карлики предприятия добывают порядка 100 тысяч тонн нефти в год. И почти всю ее продают на внутреннем рынке по установленной государством нерыночной низкой цене. А гиганты типа Шеврона добывают по 10 миллионов и по условиям договоров с правительством продают ее всю за рубеж. Могут ли быть зарплаты на нефтянке одинаковыми? Нет. Но людям-то обидно. Мелкие компании, которые добывают в среднем 100 тысяч тонн в год. Из этих 100 тысяч тонн нефтяные компании должны поставлять на внутренний рынок в среднем 50% добытой своей нефти. Практически по себестоимости. Если сейчас цена нефти составляет, экспортная цена, 90 долларов, то нефтедобывающие компании должны поставлять по 20-25 долларов за баррель на внутренний рынок. Наше законодательство как устроено? Налоги, НДПИ, пошлины учитываются от мировой цены на нефть. Неважно, по какой цене нефтяная компания продала свою нефть, за базу расчета берется мировая цена. Дисконт, к сожалению, не учитывается. И на этом фоне малые компании, где в среднем работают от 100 до 150 человек в штате компании, они не могут увеличить заработную плату в два раза. Арстан – это мир, что я так понимаю. Там добыча с каждым годом падает. Там остаточных запасов нефти, где-то, наверное, 6 миллионов тонн. Они не могут, на самом деле, позволить платить высокую заработную плату своим работникам. Участникам январских событий будет объявлена амнистия. Можилис одобрил законопроект об амнистии. От наказания освобождаются те, кто попал в полицию с 4 по 7 января. Период увязан с массовыми беспорядками. Освобождаются те, кто пододревается или обвиняется в уголовных преступлениях небольшой и средней тяжести, а также с тех, кто отбыл наказание, снимается судимость. Совершившим тяжкие преступления сокращают сроки. Освобожденные будут помогать с трудоустройством. Медицинской помощью, оформлением документами. У кого нет жилья, размещать в специальных центрах. Так говорит законопроект. Без пяти минут закон. Амнистия не затронет организаторов массовых беспорядков, террористов, экстремистов, рецидивистов, организаторов беспорядков, лиц, совершавших пытки. Сказала депутат Можилиса Биржанова. Журналисты Орды взяли интервью у адвоката одного из подозреваемых в организации беспорядков, у Дикого Армана. Следствие утверждает, что Руслан Искаков, бывший начальник 5-го управления КНБ, 6 лет крышевал Армана Джамагильдиева, защищал его от уголовного преследования. Адвокат Евгений Яворский заявил нам, что у Искакова не было таких возможностей, слишком маленький чин. Адвокат считает, что прикрывать ОПГ Дикого Армана мог более высокопоставленный человек, например, в должности заместителя председателя КНБ. «Следствию не мешало бы внимательнее приглядеться к тому генералу, кто в свое время сделал головокружительную карьеру в КНБ благодаря покровительству семьи», – сказал Яворский журналисту Орды. Понятно, что он имеет в виду самата Абиша. Действительно, если начальник 5-го управления Искаков в декабре прошлого года дал поручение Джамагильдиеву зарегистрировать охранную фирму и набрать физически крепких ребят, которые могли бы участвовать в массовых беспорядках, разве мог об этом не знать заместитель председателя КНБ? Супруга Дикого Армана в интервью мне сказала, что они всей семьей приехали из Стамбула в Алматы в середине декабря по семейным делам. Он приехал к нам, увидел дочку, взял на руки, обрадовался. Мы спокойно проводили время, он приезжал к ребенку, он не ходил там нигде, не гулял, никаких мероприятий не проводилось. Он приезжал, но с чисто семейной встречей. В публикациях с подачи КНБ эту дату подтверждают, но цель – подготовка к беспорядкам. 5 января начальник 5-го управления дал Джамагильдиеву конкретные указания. Собрать людей и отправиться на площадь, где он встретился с депутатом городского маслихата Кайратом Кудайбергеном, и якобы они вместе начали координировать действия своих сторонников. Так знал обо всем этом или не знал заместитель председателя КНБ Самат Абиш. На международном англоязычном расследовательском ресурсе Intelligence на днях написали, что на Абиша все-таки завели уголовное дело. Но в ответ на все наши запросы в КНБ и Генпрокуратуре отвечают неизменно – нет. Зато гражданская активистка Айгерим Клюжанова переведена из свидетелей с правом на защиту в категорию подозреваемых. Ей вменяется захват вечером 5 января аэропорта Алматы. Помните ночь 5 января, когда Алматы облетела новость, что аэропорт захвачен? Помню, как я при всей своей профессии закаленности к любой информации была потрясена этим сообщением. Позже я узнала, что захвата как такового не было, хотя бы потому, что охрану с аэропорта сняли аккурат в тот момент, когда толпа мирных протестующих приближалась к нему. Зачем сняли? Чей приказ? В комментарии Ельмедиа Клюжанова связала перевод себя в подозреваемые по захвату аэропорта в связи с критикой и выступлениями против досрочных выборов. Вулат Назарбаев продолжает судиться со своим большим многочисленным семейством. На этот раз бывшая теща, 90-летняя женщина, через суд хочет вернуть себе бизнес-центр в Алматы. Из-за земли под этим бизнес-центром Булат Назарбаев уже судился и отсудил у своего пасынка Даниэра Кисигбаева. Это произошло в 2012 году. Брат тогда еще действующего президента доказал в суде, что землю отдал пасынку для вида и без намерения вызвать юридические последствия. И вот теперь мать его второй жены, бабушка пасынка, требует отменить сделку купли-продажи, которая произошла задолго до тех вышеописанных событий 23 года назад. Напомню, что в суд несколько раз подавала и первая супруга Булата Назарбаева Гульжан тоже из-за земли. И что будет теперь на этом суде? Отсудит ли бабушка эту землю? Будем наблюдать. Вообще, вы запутались? Я тоже. В обществе давно сложилось мнение, что вся земля выше проспекта Аль-Фараби в Алматы принадлежит членам одной семьи и нескольким олигархам. Что недалеко от истины. Журналисты Орда Ки-З нашли целый район имени Алии Назарбаевой. Про имя шучу, остальное правда. Огромную территорию в 2018-19-21 году по просьбе дочери первого президента вывели из рекреационной зоны, природной. И она стала ее собственностью. Юрист Бахаджан Базарбе, который давно ведет расследование про землю в предгорьях Алматы, он на этой неделе раскрыл схему, как 20% земли природного парка Медео вывели из рекреационной зоны вживую, а потом распределили участки. Вот он говорит, что это общая обычная схема. Они в первую очередь что делают? Разрабатывают проект внесения корректировки, выводят ее с рекреационной зоны в жилую зону, потом этот делимый участок, делят ее кусками, а потом меняют целевое назначение земельного участка, или когда до деления меняют целевое назначение на один большой участок, вот строительство, например, зоны отдыха, а потом кусками делят этот участок и оформляют ее на своих ближних. И чтобы после оформления, получается, уполномоченному органу усложняется процесс возврата этих участков, потому что изначально уже не приказ нужно отменять о разделе, а все сделки нужно отменять. Они все единым постановлением их поменял Байвек. Вот это постановление, номер такой-то, на ООЦ поменял. Но они сидели в рекреационной зоне. Он их поменял на ООЦ. А ООЦ – это общественные центры, где можно строить какие-то бизнес-центры, допустим, ООЦ, общественные какие-то здания с сооружением. На ООЦ можно строить элитные школы, элитные какие-то учреждения. Легко вывести землю из рекреационной зоны, трудно ее вернуть назад. Скорее всего, что ушло, то ушло, несмотря на все усилия гражданских активистов. И остается надеяться только на то, что природа нам не отомстит. Будьте здоровы, живите богато, подписывайтесь на нас. Нам нужны ваши голоса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!